События тяжелого марта в очередном выпуске новостного дайджеста. Вспышка коронавирусной инфекции и сопутствующая ей истерия сказались на работе московского транспорта. Так еще в середине месяца полностью прекратилась реализация билетов водителями наземного транспорта в целях обеспечения безопасности как самих водителей, так и пассажиров. Впрочем, эта мера не повлекла за собой затруднений. По статистике к этому времени уже менее 1% пассажиров покупали билеты на одну или несколько поездок, отдавая предпочтение картам тройка и оплате банковскими картами. Коснулась проблема и московского метрополитена. Были полностью отменены все экскурсионные и культурные программы, включая проект «Музыка в метро», предоставлявший музыкантам площадки в переходах и вестибюлях станции метро. Был ужесточен санитарный режим. Вагоны, станции и все, с чем соприкасаются пассажиры, проходят в течение дня многократную дезинфекцию. Вентиляционные установки на станциях и перегонах переведены на усиленный режим работы. Также с момента начала коронавирусной паники отмечается постоянное падение пассажиропотока, даже в период утреннего часа пик на последней рабочей неделе. Загруженность метрополитена была на уровне близком к межпиковым потокам в будний день. С введением карантина недели отмечают двукратное падение пассажиропотока. На настоящий момент в городе действует режим самоизоляции для всех, иными словами общий карантин. Однако весь общественный транспорт продолжает работу в полном объеме для перевозки пассажиров, продолжающих работу. К сожалению, ситуация с работой транспорта в Киеве хуже. В качестве меры борьбы с новой инфекцией 18 марта был полностью остановлен киевский метрополитен. Предполагается, что его работа возобновится 3 апреля. Остается надеяться, что столь длительный простой не повлиял на техническое состояние критически важных систем. Параллельно с этим продолжил работу наземный транспорт, для пользования которым было введено правило перевозки, по которому на остановках в салон может пройти не более 10 пассажиров в масках. На практике это правило не соблюдалось по самым объективным причинам. Остановка метрополитена в 4 миллионы киевской агломерации сильно затруднила передвижение по городу и привела к тому, что наземный транспорт был переполнен. К сожалению, этими мерами дело не ограничилось. И уже с 22-23 марта по распоряжению министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и мэра Киева Виталия Кличко в Киеве полностью остановлены обычные пассажирские перевозки общественным транспортом на срок в 3 недели. По специальным пропускам осуществляется перевозка лиц, занятых в работе жизненно важных структур. Как это соотносится с остановкой метрополитена только до 3 апреля – вопрос открытый. Также помимо Киева, общественный транспорт остановлен в целом ряде других городов Украины, включая Харьков и Днепр, бывший Днепропетровск. Вопреки формату новостного дайджеста, хочу отойти от информационной выдачи и сказать слава поддержке всем киевлянам, казавшимся в столь сложной обстановке из-за эпидемии. Не важно, какими глупостями занимаются политиканы на международной арене и как бы не настраивали всех против всех. Важно помнить, что все мы люди, а по происхождению и родственники, и должны поддерживать друг друга вне зависимости от того, под каким флагом ходим. Ибо если не мы, то кто? Желаю всем киевлянам скорейшего окончания введенных ограничений и чтобы эпидемия не затронула ни вас, ни ваших близких. Того же желаю жителям Харькова, Днепра и всей Украины. В Ташкенте с 22 марта остановлена работа всего общественного транспорта вообще – метро, автобусов, маршрутных такси. Согласно информации электронного издания газета.юзет, по городу курсируют продезинфицированные такси. Ограничения, введенные в столицу Узбекистана, не касаются областей республики, а также личных автомобилей. На главной странице сайта Таштранс.юзет отмечается, что работа общественного транспорта приостановлена на неопределенный срок. К сожалению, это все, что известно. Более подробной информации получить не удалось. К другим новостям марта. В марте серьезно активизировались работы по строительству трамвайных путей у Павелецкого вокзала. 7 марта было остановлено движение трамваев, следующих мимо вокзала в направлении Бульварного кольца и станции метро Чистые пруды, и в обратную сторону. Связано это было со строительством давно обещанного трамвайного треугольника, который был сооружен к 20-м числам месяца. Также возобновились работы по укладке новых трамвайных путей по новой трассе вдоль фасада Павелецкого вокзала. Изменение трассы связано с возобновившимися работами по строительству подземного торгового комплекса под вокзальной площадью, что потребовало остановки движения в сентябре прошлого года. Все работы планируют завершить к маю. В рамках грядущего большого обмена составами между депо Красная Пресня, Измайлова и Митина и Северная по законической линии прошли обкатки состава «Русич» без пассажиров. Также в депо Северное были переданы головной и промежуточные вагоны «Русича» для ознакомления и обучения персонала депо. Начиная с лета этого года, ориентировочно в июле, после завершения испытаний состава модели 81775 Москва-2020 новыми вагонами обновят кольцевую линию. Вагоны 740.4 оттуда будут переданы в депо Измайлова и Митина взамен вагонов «Русич» первой модификации, которые из этих двух депо поедут в депо Северное. Метрополитен Самары впервые за почти 30 лет получил первые новые вагоны 81717.6. Первый четырехвагонный состав из двух заказанных уже поступил в электродепо «Кировское», где проходит наладку. Особого внимания заслуживает уникальная ливрея новых вагонов, выполненных в стилистике самарской айдентики. А в Екатеринбург вернулись с капитального ремонта на ОЭВРЗ последние 8 вагонов номерных. На этом программа капитального ремонта вагонов метро Уральской столицы завершена. 11-вагонная Иволга наконец-то вышла для перевозки пассажиров на второй диаметр. Состав состоит из голов и промежутков состава 0,40 и дополнительных вагонов от состава 0,41, который трехвагонным сцепом продолжает стоять в парке отстоя «Малиновка». Однако пока ничего не слышно о поставках дополнительных вагонов для остальных ранее выпущенных составов. Самым радостным событием стало состоявшееся 27 марта открытие завершающего участка Некрасовской линии, включающие, собственно, четыре станции Некрасовской линии – Юго-Восточная, Окская, Стахановская и Четырехпутную станцию Нижегородская для Некрасовской и Большой Кольцевой линий, а также две станции БКЛ – Авиамоторная или Фортово. Новый участок включает в себя не только первые за долгое время станции с береговыми платформами, но и первые в столице двухпутные тоннели большого диаметра. Также станция Нижегородская имеет прямую пересадку на одноименный остановочный пункт МЦК, а вот станция Авиамоторная пока прямой пересадки на одноименную станцию Калининской линии не имеет. Ну и завершающей новостью месяца стала приостановка строительства трех станций московского метро, на которых задействованы китайские строители. Это станции Кленовый бульвар, Аминьевское шоссе и Мамырия. Работы приостановлены до особого распоряжения мосинж-проекта. Примечательно, что Депстрой отказался дать объяснение по этому поводу, а на остальных участках, в сооружении которых принимают китайские специалисты, работы продолжаются. Вот такими новостями отметился Март, а о событиях апреля будет рассказано в следующем выпуске. Пожалуйста, соблюдайте режим самоизоляции там, где он введен, до его отмены. Это важный этап в борьбе с новым вирусом. Оставаясь дома, вы облегчаете работу тех, кто сейчас находится в авангарде этой борьбы.